Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа. Вы на канале с обзорами салонов красоты и с такой около бьюти тематикой. Сегодня я в такой красивой локации, я нахожусь в отеле в Санкт-Петербурге и решила воспользоваться случаем и снять для вас видео. И наконец-то я буду снимать ролик о косметике фирмы Леврана. Я давно хотела уже снять такой ролик, потому что я довольно много чего протестировала, но как-то жила подходящего момента. И вот наконец-то я этот ролик снимаю. К тому же очень многое у меня уже закончилось, поэтому частично это уже будут пустые баночки. И заодно у меня уже такое сформировавшееся есть впечатление, что 100% я покупать больше не буду, что-то наоборот буду. Поэтому давайте начинать. Знакомство с этой маркой у меня произошло с покупки гидролата розы. Вот такая вот коробочка. Выглядит это все очень так симпатично, в такой крафт бумаги, можно сказать. Вообще это фирма Леврана позиционируется как такая натуральная. Тут везде написано Natural, натуральный гидролат. То есть кто видел ее, она всегда в таких магазинах продается, экологических. Вот у нас есть магазин Eco Market, компас здоровья. Они есть в Питере, в Москве, не знаю, как в других городах. В общем там продается эта марка. И есть у нее такая пометочка, якобы натуральная косметика. Выглядит это все вот так вот, в такой коробочке цилиндрической. Обычная стеклянная бутылочка и распылитель. Прикольная штука. Использовала я его вместо тоника, то есть после умывания, орошала вот так вот лицо этим гидролатом. Классная штучка, увлажняет. Имеет совершенно нейтральный запах. Очень приятно в использовании. Очень удобно из-за того, что вот это вот распыление, оно распыляется достаточно хорошо, хватает надолго. В общем продукт классный. И когда я поняла, что мне этот продукт понравился, я решила пробовать другие из этой же серии. И приобрела еще два. Уже все закончились. Я уже больше года, как начала покупать эти штучки. Когда я хотела купить уже второй гидролат, их вообще не было в наличии. Но я нашла кое-что другое. Это натуральная флоральная вода. Это уже не гидролат, а именно флоральная вода. Это тоже получается какая-то водичка из цветов, судя по названию. Оформление у нее точно такое же. Это такой же цилиндрический флакон. И внутри стеклянная баночка. И точно такое же распыление. То есть все то же самое. Но, насколько я помню, она чуточку была дешевле. Чуть-чуть буквально, чем гидролат розы. Здесь у меня чайная церемония. Их было несколько. Это как бы с экстрактом чая. Тоже ничего такая прикольная штучка. Но по сравнению с гидролатом, там я чувствовала, как будто бы немножко больше увлажнения кожи. Не знаю, может быть, это так совпало просто. Потому что гидролатом розы я пользовалась весной. Вот этой штукой я пользовалась больше летом. Не знаю, может быть, показалось. Но вот именно по ощущениям от использования гидролат розы мне понравился намного больше. Здесь как-то, не знаю, то ли у меня в то время кожа стала сушиться. Может быть, это было по другим вообще причинам. Но как будто бы недостаточно мне было увлажнения от этой штуки. Но в целом формат, еще раз повторюсь, очень удобный и очень приятно им пользоваться. Даже просто взять с собой сумочку, освежаться в течение дня, брызгать на себя. Очень удобно. И третье средство из этой же линейки, это тоже гидролат. На этот раз гидролат василька. Тоже вот такой вот натуральный гидролат. Все, как и везде написано. Тоже очень понравился. Пользоваться максимально приятно, удобно. Но опять же, если выбирать из этих трех, вот почему-то по ощущениям, по моим, мне приятнее всего было пользоваться гидролатом розы. Поэтому я думаю, что я его еще возьму обязательно себе. Также у меня в использовании побывало уже два разных геля для умывания. Один из них с ферментами ржи, антибактериальный, и второй тонизирующий с лимонграссом. Этим я сейчас еще пользуюсь, он у меня не закончился еще. А вот этот уже закончился. Что я могу сказать? Вот этот с ферментами ржи мне понравился чуть больше. Опять же, сложно сказать почему, потому что по факту гель для умывания, ну что это, просто очищение. Пенится и то, и то достаточно хорошо. Хорошо, хватает, кстати, очень надолго, потому что буквально капельку нужно, он очень хорошо мылится. Что этот, что этот, имеют достаточно приятный запах. Этой зимой у меня начала как-то сильно сушиться кожа. Раньше такого я за собой не замечала, у меня вообще всегда была кожа жирная. И именно вот в этом году, в 23-м, почему-то у меня достаточно сильно она подсушилась, стало шелушинок очень много каких-то мелких. И вот всю эту зиму как раз я пользовалась вот этим гелем для умывания. И я связываю эти два события, да, что возможно все-таки он как-то пересушивает кожу. Не знаю, не знаю. Но вот как-то по, опять же, ощущениям, вот с этим такого у меня не было. Период, когда я пользовалась этим гелем. А именно вот с этим так получилось, что кожа стала гораздо суше. Но если у вас именно вот жирная кожа или нормальная, склонная к жирности, то однозначно могу рекомендовать. Мне понравились. Расскажу про два средства, которые на меня произвели совершенно такое нейтральное впечатление, о которых ничего конкретного я сказать вообще не могу. Это тоник до лица. Самый обыкновенный тоник, ничего особенного. Я использовала его просто как средство между умывалкой и кремом или сывороткой. То есть это такое средство, которое, мне кажется, эффект, от которого оценить очень сложно. Потому что если бы пользовался просто тоником, и нужно было сказать там потом, да, какой-то эффект после этого, это одно. А когда ты все равно после тоника что-то еще наносишь, мне кажется, довольно сложно сказать, был ли какой-то эффект конкретно от этого тоника. В общем, обычный тоник. Здесь он идет для нормальной кожи. Они есть разные. Я взяла для нормальной, как самый такой нейтральный. Использовала его до конца, никаких нареканий, претензий не было. Все в порядке. И еще одно средство, на которое почему-то я возлагала большие надежды, это сыворотка. У них там есть разные сыворотки в Левране, но я пробовала пока только эту. Она называется It's Coffee Time. Сыворотка для лица и области вокруг глаз против отечности и темных кругов. И здесь как бы идет такой посыл, что она как бы с лифтинг эффектом. То есть It's Coffee Time подразумевает, что она какая-то бодрящее, тонизирует лицо, что-то подтягивает слегонца. Сыворотка идет с кофеином. Вот такая вот с пипеткой. В принципе, формат стандартный для сывороток. Но, честно говоря, вообще никакого подобного эффекта я не чувствовала. Вот знаете, когда используешь патчи под глаза, бывает, что тоже они бесполезны, конечно, но бывает, что действительно ты вот снимаешь этот патч и реально видишь, как будто кожа чуть-чуть подтягивается, как-то немножко напитывается в этих местах. И действительно вот этот лифтинг эффект визуально ты прям видишь, прям ощущаешь. Я вот почему-то именно такого ожидала от этой сыворотки. Но ничего подобного, как я уже сказала, не было. То есть что мазалось ей, что не мазалось. Поэтому, к сожалению, эта сыворотка меня разочаровала. Не знаю, может быть, какую-то другую еще от них попробую как-нибудь. Пока что вообще пользуюсь совершенно другой маркой сейчас. Может быть, потом как-нибудь еще потестирую. Еще два средства, про которые, наверное, тоже сложно что-то конкретное сказать. Первое – это спрей термозащита. Опять же, да, оценить степень термозащиты, наверное, не так-то просто. Я в последнее время очень часто пользуюсь утюжком, практически после каждого мытья головы. И, конечно, это неизбежно портит волосы. Но что поделать, да, и чтобы минимизировать какой-то плохой эффект от утюжка, я использую термозащиту. Насколько она хорошо работает или нехорошо, сказать сложно. Использую, пахнет вкусно. Здесь идет органическое масло органы в составе. Поэтому я просто пользуюсь, чтобы пользоваться, скажем так. Так, напишите, пожалуйста, кто вот шарит в этом, да, кто знает, какой вообще эффект должен быть от средства термозащиты, чтобы ты как бы понял, что оно действительно хорошее. Потому что у меня до этого было совершенно другое средство, не помню уже какой фирмы. Но тоже как бы я не могу сказать, как оно работает, хорошо или плохо. Мы просто это принимаем как данность, что оно как бы защищает от вот вредных горячих инструментов. Но так ли это на самом деле, я не знаю. Как это проверить, я не знаю. Что у меня волосы как-то сильнее испортились, чем до использования этого средства? Нет, я не заметила. Но этого достаточно? Не знаю, напишите. Еще одно средство мне подарила, кстати, подружка на какой-то из праздников. Это масочка для лица, огуречный фреш. Маленькая такая, неприметная, бюджетненькая. Просто увлажняющая маска. Она абсолютно не дает ничего глобального, да. Это просто такой экспресс-вариант слегка увлажнить вашу кожу. Нормальная, хорошая бюджетная маска абсолютно такая же, как и любые другие в этом ценовом сегменте. Ничем ее выделить на фоне остальных не могу. Просто когда хочется что-то большее сделать для своей кожи, есть лишние 5 минут вечером или утром, пожалуйста, вот такая вот масочка. Ничего глобального с кожей не произойдет. Какие-то большие шелушения или если кожа реально очень сухая, конечно же, эта маска не спасет. Ну, просто как вот опять же такой экспресс-уход. И пришла пора рассказать вам о трех средствах, которые мне совершенно не понравились и которые я 100% повторять не буду и вообще они меня, можно сказать, разочаровали. На самом деле я не могу утверждать о том, что они плохие и они прям не работают. Нет, но они ужасно-ужасно пахнут. На самом деле, да, так как косметика Леврана позиционируется как якобы натуральная, мне подруга сказала, что это просто, ну, они просто стараются не добавлять какие-то парфюмерные отдушки, например. То есть у них нет такой цели, чтобы был приятный аромат. И, соответственно, какие-то средства, которые имеют в составе какие-то, наверное, компоненты с неприятным запахом, они вот так вот проявляются. Например, вот крем для рук овлепиховый. Крем неплохой, увлажняет, классный, хорошо распределяется. То есть именно к крему по воздействию у меня нет претензий. Ну, как же он воняет, ешкин кот. Вот вы знаете, было когда-нибудь у вас, наверняка чувствовали запах, когда продукт косметический протухает. Вот знаете, когда, ну, крем какой-то, например, или старая-старая губная помада, там, бабушкина, именно протухшая и вот такой вот затхлый какой-то запах протухшей косметики. Я не знаю, как по-другому выразиться, вот что-то подобное. Вот так пахнут все эти три средства. Вот это еще с облепихой, еще чуть-чуть получше, потому что помимо протухлости тут есть какой-то немножечко-немножечко запашок облепихи. Вот, но он все равно не очень приятный. Вот это средство, это крем для лица с черникой. Хотелось мне очень попробовать крем для лица у них. Вот такой вот небольшой, 50 мл, симпатичненький. Я его использую, а, он ночной, только хотела сказать, я его использовала на ночь, но он, в принципе, и есть ночной. И он такой вонючий, е-мое, он очень вонючий, правда. Если облепиховый крем для рук еще как-то более-менее, то вот этот, но он реально пахнет протухшестью. Я сначала думала, что первый у меня облепиховый появился из этих средств, и я думала, что, может, действительно он как-то протух. Но нет, со сроками все в порядке. Плюс все эти три средства, третий сейчас еще покажу, я покупала в разное время, в разных местах, что-то на озоне, что-то в магазине, и они так пахнут. И я уверена, что все-таки это не протухшее на самом деле, да, просто так пахнет это средство. И вот крем для лица, когда ты мажешь им свое лицо, у тебя тут нос как бы на лице, и ты этот запах чувствуешь еще какое-то время после нанесения, да, пока он там полностью не испарится, все-таки он хотелось бы, чтобы был приятный. Этот прям вот вонюченький, мне прям было, ну, вообще не хотелось им пользоваться. Я его допользовала почти до конца, на донышке там уже осталось, просто потому что мне всегда жалко выкидывать что-то неиспользованное. Но вот противно им пользоваться, крема я больше у них точно брать не буду. И третье средство, о котором я хочу сказать, это мицеллярная водичка. Тоже было интересно попробовать, просто потому что мицелляркой я пользуюсь каждый день, все-таки раз уж тут позиционируется как что-то более-менее натуральное, думаю, пусть будет. Такая же ерунда и даже хуже. Вот здесь вот запах вообще мерзкий, ну, прям правда мерзкий. Мицеллярные водички у них есть тоже разные, у меня с маслом гранатовой косточки, здесь такой гранатик нарисован. Я поэтому не могу утверждать за другие, напишите, пожалуйста, если у вас были какие-то другие мицеллярки. Вот это у меня прям воняет, опять же, какой-то протухшей косметикой. И опять же, ты это все с лица же снимаешь, эту косметику, и постоянно вот пока ты не снимешь, вонючий вот этот запах. Ты вынужден терпеть, не знаю, мне не нравится. Мне хочется, чтобы когда я что-то использую на лицо, это пахло все-таки приятно. Я любитель вкусненьких каких-то душек, приятных ароматов, поэтому такое мне не нравится, покупать больше точно не буду. А как мицеллярка, обычная мицеллярка, смывает макияж, смывает как вот все такие бюджетненькие, да, гарнир, там, эвелин, у меня разные были, они все плюс-минус работают одинаково, поэтому лучше я в следующий раз возьму что-то просто с более приятным ароматом. В общем-то, вот такое было мое видео, на какой-то не самой позитивной ноте я его закончила, но в целом мне нравится тестировать косметику Леврана, мне нравится вот этот посыл, что она как бы немножко более натуральная, чем возможно остальные какие-то позиции в этом же ценовом сегменте. И вот, опять же, гели для умывания, вот эти гидролаты мне очень понравились, я обязательно себе какой-то еще приобрету. Летом это очень удобный продукт, вот это вот распылять себе на лицо, это как вместо термальной воды, плюс там все-таки натуральные экстракты, это тоже для кожи хорошо. Масочки какие-то для лица тоже, возможно, еще буду пробовать. В общем, надо смотреть, если у вас есть какие-то средства, которые вам нравятся от бренда Леврана, напишите, мне будет очень интересно почитать, возможно, тоже их приобрету, потестирую. Ну и все, на этом буду с вами прощаться, надеюсь, вам было интересно и полезно мое видео. Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться, если еще не подписаны, и мы с вами увидимся уже в других роликах. Пока-пока!